Президент предложил на три месяца, начиная с апреля, установить выплату специалистам, которые работают с больными коронавирусом. На эти цели регионы получат 10 миллиардов рублей. Врачам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, будут платить дополнительно по 80 тысяч, а медикам среднего звена по 50 тысяч рублей. Кроме того, Кабмин в двухдневный срок должен разработать график передачи больничных коек региона, которые в них нуждаются. На их закупку потрачено более 33 миллиардов рублей. Еще на 13 миллиардов закупили необходимую медицинскую технику – реаномобили и машины скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Глава государства призвал губернаторов действовать по ситуации и не ограничивать массовые работы предприятий, если ситуация с коронавирусом в регионе не очень критична. К примеру, многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим. Должен быть четкий понятный перечень организаций, работу которых можно ограничивать. Остальных не стоит напрягать лишними справками и согласованиями. Сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно. Учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, субъекте федерации в целом. Принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых – защита жизни и здоровья людей. Также президент заявил, что нужно смягчить удар по бизнесу, сделать отсрочку по уплате страховых взносов на 6 месяцев. Для малого и среднего бизнеса отсрочка должна быть по всем налогам, реструктурировать задолженность, в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Предпринимателям приходится непросто, заявил президент. Многие фирмы закрыты. Это серьезные испытания репутации бизнеса. Поэтому государство будет в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость. Что касается граждан, в первую очередь помощь получат те, чьи доходы сократились, людям, которые не могут обслуживать свои кредиты. Дополнительные выплаты получат семьи, которым положен мат-капитал и в которых есть дети до трех лет. Разработают выплаты и тем семьям, чьи дети не достигли семи лет. Кроме того, нужно производить выплаты и тем семьям, чьи доходы просили из-за сложившейся ситуации. Нельзя судить о доходах семьи по старым справкам. Те, кто не мог претендовать на помощь государства до пандемии, начнут ее получать. В семьях, где оба родителя потеряли доход, в апреле, мае и июне пособие по безработице будет автоматически выплачиваться по верхней планке. Кроме того, таким семьям будут выплачены по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Гражданам нужно продлить каникулы по потребительским и другим кредитам. Действия паспортов, водительских прав, срок которых заканчивается, нужно автоматически продлить не менее чем на три месяца. Дорогие друзья, все проходит и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. В конце своей речи Владимир Путин заявил, что российские специалисты внимательно изучают опыт других стран. Самыми трудными являются 4-5 недель с начала эпидемии. Но строгое выполнение рекомендаций врачей, соблюдение тех мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе, позволит переломить ситуацию. Виктория Шаре, События.